Достигай Израиль и весь мир Баруха Шем, благословенно имя Господне! Мы, Синтия, приветствуем вас на программе «Узнавая еврейского Иисуса». Синтия, сегодня я начинаю новую серию под названием «Путь праведных» по книге «Второзаконие». Господь перечисляет, что Он ожидает от нас. Мы с тобой беседовали и пришли к выводу, что, применяя Божие принципы в нашей жизни, мы видим благословение. Мы видим, что, применяя Божие принципы, люди избавляются от многих грехов и избавляются от одиночества. Да, Бог призывает нас ходить в страхе перед Ним, принимать Его любовь и в любви отдавать жизнь за других. И я верю, что это и есть суть твоего сегодняшнего послания о пути праведных. Конечным результатом является наше избавление от эгоцентризма и сосредоточенности на себе, потому что это приводит к депрессии и одиночеству. Бог хочет, чтобы мы знали, что путь праведных, каким бы сложным он ни казался нам поначалу, в итоге станет путем благословения. Бог благословит нас радостью жизни, которую иначе мы бы не имели. И мы молимся о том, чтобы после этой программы наши телезрители приняли радость жизни. Баруха Шем, благословенно имя Господне. Многие люди спрашивают, что означает «этот мой жест». А он означает, что Слово от Бога направляется к вам. В послании к евреям сказано, что Слово Божие живо и действенно, и острее меча бою до острова. Я с удовольствием хочу передать вам сегодня послание под названием «Путь праведных». Для начала я хотел бы рассказать вам о том, как именно я получил это слово. Недавно я читал известную еврейскую классику, написанную в 18 веке. Книга так и называется «Путь праведных». Она основывается на месте Писания, второзаконие, 10 глава, 12 стих. Позвольте мне прямо сейчас прочитать вам это местописание. Итак, Израиль. «Чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей». Когда я прочел этот стих, лежащий в основании книги «Путь праведных», «Мое сердце пронзил Божий огонь». Понятно, что этот стих является частью закона. И мы, как верующие Нового Завета, уже не под законом, но мы не можем, отказываясь от ненужного, выбрасывать то, что ценно. Хотя мы уже не под законом, в том смысле, что не будем судимы по нему, нам не стоит отказываться от его ценных принципов. Как сказал апостол Павел в послании к римлянам, «Закон святый, заповедь святый, праведные добра». Проблема с законом в том, что мы с вами из плоти, и сама наша природа противоречит закону. Мы ищем того, что плотское, а закон духовен, и мы не дотягиваем до требований закона из-за того, что несовершенно. И поэтому, когда Иешуа умер за нас на кресте, он освободил нас от проклятия закона. Но это не означает, что закон не имеет к нам отношения. Да, мы уже не под законом, но все же закон является духовным. Помните, Иисус сказал, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Да, мы уже не под буквой закона, но нам все еще важно понимать, что через закон Бог открывает нам себя. Когда я читал второзаконие, Бог сильно коснулся меня. Я молился, Отец, я верующий Нового Завета. Дух Святой ведет меня, когда я ищу тебя через Иешуа, но я ощущаю, что это место, 10 глава, говорит в мое сердце, что ты говоришь мне. Отец, если ты хочешь, чтобы я крепко ухватился за этот стих и начал размышлять о нем, то я прошу тебя, подтверди мне это. Я прошу Бога проговорить ко мне через Писание. Дух Святой не обязан говорить со мною моими методами, но иногда я делаю это, и Он отвечает мне. Я сказал Ему тогда, «Господь, я сейчас открою страницу наугад и прошу тебя, говори ко мне через Твое Слово». Я делаю это не часто и не всегда. Открывая страницу Библии наугад, я получаю что-то от Бога, но иногда это происходит. Итак, я молился, «Господь, я чувствую, что Ты желаешь проговорить ко мне через эту главу и этот стих». Я сказал, «Я открою Писание, и если Ты действительно желаешь, чтобы я ухватился за это место Писания и начал глубоко исследовать его, то позволь мне открыть место, которое послужит для меня подтверждением». А теперь, кроме шуток, я открыл Библию для того, чтобы получить подтверждение от того, что Господь желает, дабы я глубже рассмотрел 10 главу 12 стих, и знаете, на каком месте я открыл ее? На Второзаконии, 10 главе, 12 стихе, вот так-то. Бог подтвердил мне, что Он желает, дабы я стал глубже изучать это слово. Так я начал копать в это откровение для себя лично, и сейчас могу передать его вам. Я повторюсь, мы верующие Нового Завета и спасены по благодатям, но Закон Божий содержит в себе откровение о Боге. У Закона есть применение к нашей жизни сегодня, поэтому прочитаем это место еще раз. Моисей говорит о своем разговоре с Богом. Это 11 стих. «И сказал мне Господь, «Встань, пойди в путь перед народом Сим, пусть они пойдут и овладеют землею, которую я клялся отцам их дать им». Итак, Израиль, «Чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей». Тора имеет особое значение. Первые пять книг Библии имеют особую значимость. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Христиане называют их пятикнижием Моисея, а евреи — Торой. Эта часть Слова Божьего имеет особую значимость. Это крайне важные книги. Когда я читаю Тору, меня потрясает Божья власть и авторитет. Читая это место, я ощутил поток Божьего авторитета, изливающийся в мою душу. Сейчас Господь дает нам откровение, которое определит направление нашей жизни. Рассматривая этот стих, «Я хочу, чтобы вы заметили, что Господь задает своему народу вопрос, что я требую от вас». Бог задает им этот вопрос в 10 главе, 12 стихе. Бог вдохновляет Моисея обратиться к народу и спросить их, чего требует от них Господь? Что Бог требовал от Израиля и чего Он требует от нас с вами сегодня? Еще раз посмотрим, как начинается этот стих. Итак, Израиль. Церковь. Мы с вами Израиль Божий. Мы не заменили Израиль и имеем другое гражданство, но Писание говорит, что когда мы приняли миссию Иешуа, мы привились к обществу Израиля. В духовном смысле, церковь — это Божий народ. Повторюсь, мы не заменили его, а были привиты к нему. Поэтому я хочу обратить ваше внимание, что эти слова обращены и к вам тоже. Итак, Израиль. Чего требует от тебя Господь, Бог твой? А затем Бог начинает говорить через Моисея, чтобы поедать еврейскому народу и нам с вами сегодня, чего Он требует от нас, чего Он ожидает от нас и от нашей жизни. Он желает, чтобы мы были с Ним в отношениях, когда мы имеем духовные чувства. Итак, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Смотрите, о чем Господь говорит, во-первых. Того только, чтобы боялся Господа, Бога твоего. Вот тут остановимся. Бог желает, чтобы мы отвечали на Его призыв. Мы не роботы. Нам дана свободная воля. Мы должны сами выбрать, прийти в соответствие с Его стандартами. Подумайте об этом, а вот под каким углом. Мы так сильно сконцентрированы на Божьей благодати, что порой забываем тот факт, что в нас должен быть страх Божий. Мы так сильно сфокусированы на том, что мы под благодатью, что не понимаем, что иметь страх Божий не противоречит тому, что нам дана Божья благодать. Библия говорит, что начало мудрости — страх Господень. Написано, «Заповедь Господа светла» просвещает очи. Многие люди сегодня только и говорят о том, как сильно их любит Бог. Иисус для них — это приятель. Они не осознают, что Бог святой и всемогущий, и что у нас должен быть страх Божий. Некоторые говорят, что страх Божий означает уважение к Богу и благоговение пред Ним. Да, в страх Божий входит и почтение пред Богом, и благоговение пред Ним, но помимо этого мы должны понимать страх Божий и буквально. Страх Господень означает страх перед Господом. Когда Исаия увидел Господа, он пал на свое лицо. Когда Иоанн увидел Господа, он пал на свое лицо. Возлюбленные, это здравое иметь страх Господень. Я не говорю о страхе, который вас парализует. Но мы должны признавать тот факт, что предстоим перед вечным Богом, что мы по сравнению с Ним настолько малы и незначительны, что мы предстоим перед тем, кто все знает, кто всесильный, кто не имеет ни начала, ни конца. И правильной реакцией на это должен быть страх Божий. Иисус сказал, «Я говорю». Иисус сказал. Это Его слова. «И не бойтесь убивающих тела, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Это настоящий страх Божий. У греха есть последствия. Если человек отвергнет Бога, он пожнет последствия. Именно поэтому страх Божий включает в себя то, что у греха есть последствия. Я знаю, что как верующий человек я боюсь согрешить, потому что знаю, что если я грешу, не признавая, что Бог здесь и сейчас со мною, меня ждет дисциплина от Бога. Божьи суды в моей жизни. Говоря о судах, я не имею в виду Божий гнев. Я имею в виду Божию дисциплину, направленную к тем, кого Он любит. Это Его суды для верующих, для исправления. Бог дисциплинирует нас из любви к нам. Но все же это может быть болезненным, хотя и дает вечные плоды. Пастор, расскажите, что с ней произошло. Эта женщина не могла ни слышать, ни говорить от рождения. Здесь есть множество людей, включая председателя комитета этого Крусейда, которые знают, что эта женщина не говорит и не слышит. Раньше она не слышала. Я знаю Сару уже 12 лет. Она мать одного из моих друзей. И также мы вместе работаем в христианской организации «Дети надежды». Она работает у нас уборщицей. Мы знаем, что она глухонемая. Мы можем общаться с ней только языком жестов. Когда мне нужно что-то ей сказать, я пользуюсь языком жестов. Она ничего не слышала. Но впервые в жизни эта женщина начала слышать. И она даже начинает говорить. Для меня это было реальным чудом. Когда я увидел, что она способна слышать, ее уши открылись, и она теперь слышит. Это сильно укрепило мою веру, как служители Евангелия. Подтолкнуло больше верить в чудеса Божии. Теперь я верю в них сильнее. Мы должны иметь страх Господень. Он сохранит нас на пути правды. Это нормально, если дети имеют здравый страх перед своими родителями. Они знают, что их родители их любят. Но они знают, что если переступят черту, их ждут последствия, и это будет больно. Но думаю, что церковь сегодня утратила страх Господень. Здесь Бог спрашивает, чего я требую от вас. А вы помните, что мы с вами духовный Израиль? Так чего же требует Бог? Во-первых, чтобы мы имели здоровый страх перед Ним. Это не упраздняет того факта, что мы знаем, что Он нас любит. Да, Он нас любит. Но одно не противоречит другому. Они не исключают друг друга. Это часть того, что называется правильное отношение с Богом, с Хошемом, нашим Творцом. Когда я начал спрашивать у Бога, касается ли меня сегодня второзаконие, 12 стих, Господь проговорил ко мне. Я попросил Его дать мне подтверждение. Я открыл первую попавшуюся страницу, и открыл именно ту страницу, на которой было второзаконие, 12 стих. Бог сказал мне, да, я хочу, чтобы ты подробно изучил это слово и исследовал его, чтобы ты пропитался им. Постарайтесь понять, как это слово может относиться к вашей жизни. Я верю, что Бог вложил это слово в мое сердце, потому что Он желает, чтобы мы имели страх Божий. Это Его требование. Он желает, чтобы мы ходили перед Ним с благоговением и страхом. Не страхом, который парализует и не дает нам понять, как сильно Он нас любит. Но мы должны признать, что Бог святой, всесильный и могущественный. Поэтому в Писании сказано, начало мудрости – страх Господень. Итак, Израиль, чего же требует от тебя Господь, Бог твой, того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, «Ходил всеми путями Его». А что значит «ходить всеми путями Его»? Во-первых, ходить путями Господа означает, что мы имеем духовную чувствительность. Мы получаем эту духовную чувствительность через божественную интуицию, через духовное откровение и через написанное Слово Божие. Послушайте, так мы сможем понять пути Господа, и тогда мы сможем ходить этими путями. Мы будем распознавать грех. Библия говорит, что по мере нашей зрелости в жизни и вхождения с Господом, мы учимся различать, что добро и что зло. Мы приобретаем божественную чувствительность и способность различать, когда мы в духе и когда мы не в духе. Когда мы пребываем в Иешуа и когда не пребываем в Нем, мы принимаем наставления в праведности, и чем больше мы научаемся, тем больше нам удается ходить с Его путями. В этом стихе говорится, чего требует Господь. Во-первых, чтобы вы имели страх перед Ним. И во-вторых, чтобы ходили Его путями. Когда мы читаем Слово Божие, когда покоряемся Духу Божьему, научимся практиковать смирение. Мы учимся укращать свой язык, чтобы не говорить с того, что не угодно Господу. Иногда люди не понимают, что хотя они не произносят проклятие, их речь все же не угодна Богу, потому что они пустословят. Говорят праздные слова. Иисус велел нам быть осторожными в словах, потому что мы ответим перед Богом за всякое праздное слово. Бог желает научить нас укращать наш язык, чтобы мы могли ходить путями Его. Иаков писал, что наш язык подобен рулю большого корабля. Сам руль очень мал, но от направления руля зависит вся траектория движения огромного корабля. Также и наш язык, он должен быть укращен, чтобы мы ходили путями Господнями. Важно не только то, чего мы не говорим, но и то, что мы говорим. Высвобождаем ли мы жизнь, когда говорим? Используем ли мы свои уста, чтобы служить и созидать тело Христовым, чтобы говорить миру об Иисусе? Ходим ли мы путями Господа через наши уста или своими устами произносим праздные слова или соглашаемся с тьмой? Я имею в виду критику, сплетни, осуждения, и негатив. Возлюбленные. Также ходить с путями Господа, включая то, что мы должны учиться отдавать, отрывать от себя, не быть скупыми. В моей жизни несколько раз ночью я слышал небесную музыку. Это случается редко. Может быть, 10 раз в жизни я слышал эту небесную музыку во сне. Это была самая изумительная музыка, какую только можно себе представить. Это музыка не от мира, но из Божьей атмосферы. Таких случаев было всего несколько, но лишь один раз на фоне этой небесной музыки я слышал слова. В остальные разы я слышал только музыку. Но однажды вместе с музыкой я услышал и слова. Это были две фразы на фоне небесной музыки. Я не стану сейчас перечислять, что было сказано. Это уже другая тема, но одна из этих фраз напрямую относится к тому, о чем мы сегодня говорим, о том, что мы должны отдавать. Когда играла божественная музыка, я был в Замбии. Я приехал туда послужить. И когда я услышал ночи во сне, небесную музыку, я услышал также фразу, которая гласила «Умножай сумму на 100». Если вы жертвуете 30 долларов, то 30 должно дойти до 3000. Если это 50 долларов, то они должны вырасти до суммы в 5000 долларов. И точно так же, если 100 умножай на 100. Тем самым, Бог говорил мне, «Я хочу, чтобы ты много жертвовал и сильно любил, чтобы ты жил от себя. Я хочу, чтобы ты был щедрым в своих даяниях и проявлял больше и больше любви. Я хочу, чтобы ты умножал на 100, чтобы ты был человеком, который жертвует собой и отдает другим». Потому что Бог говорит, что Он есть Бог любви. По своей природе любить — это значит отдавать. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Своего единородного Сына. Мы говорим о любви, когда мы ходим путями Господа. Как ходить путями Господа? Учиться отдавать, быть жертвенными и любить людей, созидая их. Помните, Иисус сказал, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Вот что означает жить от себя, ходя путями Господа. Бог желает, чтобы мы имели страх перед Ним и ходили Его путями. Порой одно ведет к другому. Страх Господень ведет к тому, что мы ходим путями Господа. Может, нам не хочется что-то делать и не хочется жертвовать, но мы делаем это так, как боимся Господа. И вот мы чем-то жертвуем. Может, звоним кому-то, когда нам не хочется или когда мы устали. Но если Дух Божий побуждает нас делать этот звонок из-за того, что мы любим Бога и имеем страх Божий, мы все-таки делаем это из послушания к Богу. Возлюбленные, в заключении я хочу сказать, что несмотря на то, что откровения, которые я передаю вам сегодня, взяты из Тора, из Ветхого Завета, она все же напрямую касается нас с вами сегодня. Иисус сказал, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». И дальше он говорит, «Кто будет учить принципам из закона и пророков, тот будет великим в Царстве Божием». Иисус желает, чтобы мы поняли, что в Торе содержится откровение о Его Отце. И сегодня мы рассмотрели это откровение о Боге. Поэтому во имя Бога Отца я благословляю каждого, кто слушал это слово. «Мы говорим Тебе, Боже наш, что мы хотим любить Тебя и иметь святой страх Господень. И мы хотим ходить Твоими путями. Мы хотим угождать Тебе, наш Папочка. Спасибо, что Ты нас избрал. Мы любим Тебя, молимся во имя Иешуаха Машеаха». Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет Своё имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok и благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновить других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. В следующем выпуске программы «Узнавая еврейского Иисуса» вы узнаете, как важно для ваших отношений с Господом служить другим. Не пропустите, будет интересно. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнёром. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнёром служения Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовестовать этому миру. Благодаря вашей поддержке служение «Узнавая еврейского Иисуса» сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть Своему народу приносить Ему особые жертвы. И кульминацией этих осеянных святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Да благословит вас Бог. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы ушли вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса».